Добрый день! У нас погода прекрасная на Урале. Тепло, снежок такой, просто офигительно. Вчера вам пост выложил про перфоленты, уплотнения. Так вот, очень много вопросов задают. Очень огромное количество неправильного монтажа и непонимания для чего она нужна. Начнем давайте с резинки. Вот полукруглая форма. Арочная, каплевидная. Здесь перфоленту и торцевой профиль не поставить. То есть, для нас один завод, в России не будем называть, изготовили фильеру и изготавливают вот такой уплотнитель. Он как бы сглаживает расширение и закрывает соты. У него форма H-образная. Если английскую букву H в маленьком виде примерить к этому уплотнителю. Стоит такой уплотнитель 50 рублей, решает очень много проблем. От попадания грязи, пыли и так далее в сами соты и плюс компенсация вот этих зазоров тепловых. Следующее. Куда мы его еще применяем? То есть, на двери. Так как двери у нас практически все внахлёст, можно вот сюда еще, конечно, поставить. Но тут его надо тогда на клопы чаще. Садить, чтобы он не выскользнул из пазов. По-всякому он применяет. Но мы этого не делаем, потому что это не нужно. Здесь проще тогда наклеить уплотнительную вот на створку двери, грубо говоря, на стойку дверную. Наклеить самоклеящийся уплотнитель D9 и будет у вас здесь герметично вот эта створка. Это касается наших дверей. Супер. Потом третий вариант применения еще резинка. То есть, вот здесь вот стекло, если мы увидим, опирающееся на стекло. То есть, я сейчас влетаю. Видите, вот она резинка. То есть, стекло стоит не на металле, как у многих производителей теплиц, которые хвастаются этим там, а именно на демферирующей резинке. Видите? Вот оно. Чтобы стекло не соприкасалось с металлом и не трескалось. Большинство у тепличников делается стекло. Это ошибка распространенная, что оно лопается. Про уплотнение рассказал, теперь про защиту сот. То есть, так называемая перфолента этой ворцевой крови. Для защиты сот на прямых участках применяется перфолента. Она ставится внизу. Для чего? Чтобы кондиционер, который образуется в листе, стекал и через перфоленту уходил. Сверху ставится герметизирующая лента. Мы не ставим по одной причине. Потому что соты должны дышать, а если вы закроете герма, то образуется вакуум и так далее. И там конденсат может остаться. А так мы закрываем сверху только торцевым профилем. Или, например, вот здесь вот он не нужен. Рекомендуем, конечно, закрывать. Ну, например, можно не ставить. Также под конек мы не ставим. Хотя можно поставить. И вот вывод, что многие, в чем ошибка, то что перфоленту многие делают по кругу. Вот так. Но минус перфоленты в том, что это не тканый материал. То есть, практически тряпка с клеевым основам и с перфорацией. Под воздействием воды он набухает и отваливается. То есть, он должен обязательно стоять в защите. Защита это торцевой профиль. Который удерживает ее. Ну, и, соответственно, торцевой профиль надо закреплять. Где-то не видно. Плохо видно. То есть, закрепляли мощь саморезов. Потому что он тоже под воздействием снега может полностью слезть, сойти, так сказать, вмештись со льдом. Поэтому и он раскрепляется шайбами. Вот, вроде бы, все рассказал. Поэтому выводы, какие на арочных формах или у кого с загибами ставится уплотнитель резиновый. На прямых участок ставится перфолента и торцевой профиль. Все. Вот вопрос решенный. Если кого заинтересовал данный вопрос, мы его с вами почтой, с деком, и торцевики, и перфоленту, и уплотнитель резиновый. Всем пока. Смотрите нас. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Как Леня у меня любит говорить. И пальцы кверху. Вот так, да? По уплотнителям мы монополисты. То есть, этот уплотнитель нам производит только нам. Поэтому обращайтесь. Больше вы его нигде не найдете. На этом пока. А мы пойдем еще пройдемся по работе. В нашем сарайчике такая реклама.